Благослови, Душа моя Господа, благослови неси Господи. Во время Оно приди, Иисус, во Иерихон, и сей муж нарицаем из Акхей, и сей бестарим и тарем, и той бе богат, и скаше видеть Иисуса кто есть, и не мажаше от народа, кое возрастам мал беем, и преды тек возлезе на ягодчину, да видит яку туде хотяше минуте, и яка приди на место, возрев Иисус, видев его рече к нему, Закхея, почавши слези, несь бы в дому твоим подобает мне быти, и почавши слези, и прият его радуйся, И видише в сироптах углаголюще, яка ка грешному же вне девятати, став же Закхея, чека Господу, сепул имени могу Господи да мне нищим, ящикаго, чем обидих, возвращу четверицею, рече же к нему Иисус, яка днесь спасенье дому сему бысть, занесе и сына в рамаль есть, предибо сын человеч, взыспкати и спасти погибшего. Здравствуйте, дорогие наши братья и сестры, сегодня 29 января, воскресенье. Сегодня мы с вами читаем Евангелие от Луки, главу 19, с 1 по 10 стих. И сейчас давайте с вами откроем русский перевод на лазове, найдем это место в Священном Писании, и послушаем, как звучат сегодняшние строки евангельские на современном нам языке. Иисус вошел в Иерихон и проходил через него. И вот, некто именем Закхей, начальник мытарей, человек богатый, искал видеть Иисуса, кто он. Но не мог за народом, потому что мал был ростом. И забежав вперед в лес на смоковницу, чтобы увидеть его, потому что ему надлежало проходить мимо нее. Иисус, когда пришел на это место, взглянув, увидел его и сказал ему, «Закхей, сойди скорее, ибо сегодня надо бы нам не быть у тебя в доме». И он поспешно сошел и принял его с радостью. И все, видя то, начали роптать и говорили, что он зашел к грешному человеку. Закхей же став, сказал Господу, «Господи, половину имения моего я отдам нищим. Если кво чему обидел, воздам вчетверо». Иисус сказал ему, «Ныне пришло спасение дому сему, потому что и он, сын Авраама». «Ибо сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшее». Вот такое евангельское чтение сегодня Святая Церковь нам открывает. Господь через своего евангелиста, апостола Луку, вновь взывает к сердцам нашим. Сами должны помнить, братья и сестры, что читая Евангелие, человек должен тщательно наблюдать за собой, чтобы вниманием было сосредоточено на славах Божьих. То, что мы в маме слышим и читаем, это было сказано ведь не когда-то кому-то, хотя и это тоже было, но сегодня это направлено к нам. И каждый человек, который сегодня имеет возможность услышать Священное Писание, он в какой-то степени несет за это ответственность. Ну, здесь-то, говорю, не для того, чтобы как-то нас здесь напугать, еще что-то, а именно направить наше внимание к тому, что, ну, тебе же это Бог говорит, тебе. Прислушайся сейчас к этому Слову Божию. Сердце свое настрою вот на эту волну. Попробуй это понять и принять, отнести к своей собственной жизни. И вот тогда ты увидишь в себе понимание воли Божьей. Многие люди, приходя в храм, обращаясь к священникам, задают вопрос, что как мне понять, в чем воля Божия заключается? Как мне понять, что делать, а что не делать? Где вот умерила правды, которую мы должны использовать в жизни своей? Как не ошибиться? А вот оно, вот Евангелие, вот оно благовестие, вот оно Слово Божие, которое доступно для всех людей. Это удивительные вещи. Церковь Христова, появившись в этом мире в определенный исторический момент, сразу была встречена величайшей ненавистью, агрессией, злобой со стороны мира, который, в общем-то, в какой-то степени принадлежал сатане. Не потому, что это право имело, а потому, что люди себе добровольно в эту власть дьявола отдают. Что Слово Христово всегда воспринималось с агрессией, с ненавистью. Почему? Потому что оно подобно мечу, который разрезает, подобно огню, который выжигает, выжигает всякое зло, всякое лукавство. Но, с другой стороны, оно подобно тому оживотворяющему началу, который дает человеку жизнь. Здесь, опять же, читаящее написание, мы можем в себе обнаружить отношения или сопротивление и ненависть, тогда этого надо убояться, или внутреннее согласие с славами Господа. Ну, а что же сегодня нам с вами открывается? Удивительная история о человеке по имени Цзакей. История о его вере, о его изменении, о его спасении. Давайте по порядку. Господь с учениками своими, несомненно, в окружении толп народа проходит через Иерихон. Город, в общем, в котором он бывал неоднократно, много людей, слышав о том, что он идет, оставляли свои дела, свои заботы, и шли встречать его, слушать его, общаться с ним. Вот тоже вот такой пример удивительный. Читая Евангелие, мы с вами это неоднократно видим, что люди оставлялись и дела шли за Христом. Просто, чтобы поглядеть на него. Не у всех же было возможно, знаете, сквозь толпу пробиться и задать ему какой-то свой вопрос, еще что-то. Для многих было лишь утешение хотя бы издалека посмотреть. Вот шли же за ним. Посмотреть нашу собственную жизнь. У нас вот такое вот есть. Можем ли мы сказать, если вот сегодня Господь придет в наш город, в наше село, что мы оставим все свои дела, заботы, хлопоты, пойдем к нему? Может, кому-то и показывается, что, ну, конечно, если Христос придет, несомненно, все оставлю и буду думать о нем, пойду за ним. Но ведь ведь Господь пришел уже, Он всегда среди нас есть, всегда можем с Ним встретиться. Самое главное, встреча с Богом в нашей жизни никогда происходит, когда мы приезжаем все тела и крови Христовых. Истинное тело и истинная кровь Спасителя нашего. Никакое-то сравнение, какая-то символика тут, не какое-то воспоминание, лишь только чудо происходит. Мы становимся участниками той единственной тайной вечери, которая пришла однажды, которая вне времени, она вот есть. Мы причаиваемся к того же тела Христова, к той же крови, которую Он преподает своим ученикам. И вот подумать, если ты говоришь, что ты да, ко Христу бы пошел, пошел бы за Ним, подумай, как часто ты стремишься к единению с Ним во святом причастии? А если это вообще в твоей жизни еще не бывало или нет, или ты по каким-то причинам говоришь, что мне это не надо и так, у меня Бог в душе, ну, чего себя обманывать? А тут люди шли, шли за Господом, и вон что произошло. Был некто, именем Закхей, начальник матерей, человек богатый. Тут такие матерей были, вот если вкратце вспомним. Сборщики налогов. Налогов в пользу Рима. Причем сборщики-то ведь были из своих, то есть это были иудеи, это не какие-то там иностранцы приехали и тут, и давай собирать деньги. Нет. Конечно, они подчинялись там кому-то еще что-то, там вполне возможно были представители Рима и так далее, но это по большому счету были свои же со-граждане. У Рима какая была политика? Ну, называлось определенное количество там монет надо было собрать. И, соответственно, матерей, вот у них была эта обязанность, вот столько-то, они могли там, не знаю, даже из своих средств, если позволял этот налог, сами уже заплатить им Риму, а дальше, получив власти часто какую-то охрану, да и не часто охрана с ними была война, потому что ну как деньги собирают, вот хоть деньги никто не отобрал, они уже кто на что гораздо действовали. Матерей ненавидели по двум причинам. Первая, что на Рим работаешь, значит, ты вот предатель Родины. Во-вторых, что ну, обирали они своих. Знаете, вот эта связь сребролюбия, которая, по идее, с каждым человеком, но в каждом на праздном и действует, она в них работала на сто процентов. Знаете, многие люди, бывают, недумевают, и порой даже возмущаются, и обижаются на Бога, завидуя кому-то более состоятельному, рассуждая так, почему вот у меня этого нет, почему у него есть, у меня нет, почему вот ему Бог дал, а мне не дал. Дорогой человек, задай себе тогда еще такой вопрос. Себе. Не Богу, а саму себе. Только честно, и попробуй честно ему ответить. Сможешь ли ты безопасно для самого себя распоряжаться богатством? Не будет ли так, что ты допущен каким-то там капиталом, что ты и не своруешь ни копейки, твоим ручкам ничего не прилипнет, то все, что ты сделаешь, это будет лишь только честно, бескорыстно, это будет такой вот правильный труд, что будешь вот таким вот истинным управителем богатств божьих на этой земле. Если честно посмотреть, то, наверное, никто, наверное, так вот легко не заявит, что да уж точно, я-то совсем. Жизнь показывает просто нам обратное. Большинство им люди, которые как-то дарваются богатство, очень быстро вообще на людей-то перестают быть похожими. Портят люди деньги. Это истина, в общем-то. И вот, чтобы нам совсем уж этого не погибнуть, здесь надо Богу довериться. Сколько надо, Господь, каждому дает. Твое дело, человек, одно единственное. Трудись честно. Вот исполни то, что Бог тебе довел. Работай хорошо, старайся еще что-то. И, в общем-то, никогда Бог тебя помощи своей не обделит. Вот, а тут мотари. Воровали свой народ. Грабили буквально. Люди, от понимания, ничего сделать не могли. Ну, что сделаешь там с ними? Солдаты идут. Как тут не отдашь? А тут Захи, начальник мотари. Смотрите, не зря здесь лукопопопчат. Человек богатый, богатый. Откуда у тебя богатство? Ты чиновник, ты служащий государственным. Как ты сам по всему уже богатым? Тебе-то мысли, что и римы платят, так вот этого богатства нет. Тут богатый. Ограбил. Но вот в этом богатом человеке, видимо, было, знаете, такое бедное сердце. Причем бедное, знаете, в хорошем смысле. Помните заповедь? Положены нищие духом, ибо их есть Царство Божие. Вот он был очень богатым внешне, он испытывает нищету духовную. Именно вот этот поиск Бога и правды здесь исподвиг его. Человека богатого, кем-то там уважаемого, да, в своих каких-то кругах. Кто-то его там боялся. Вот он бросает свои дела и идет искать Христа. Кто же слышит, что он идет. Понимает, что к нему сквозь толпу он просто не пробиться. Да и не пустит. Многие, знаете, там в толпе еще локтем там вот под боку ударится, зная, кто там идет. Что нет? Это, скорее всего, пожилой и отсюда больной человек. Ну, пожилой почему пожилой? Потому что, значит, чтобы начальником это время стать, сразу до этого дослужиться надо еще. Чтобы разбогатеть, нужно время, чтобы успеть. Так вот здесь этот вот невысокий рост там пожилой человек бежит вперед этой толпы и залазит на дерево. Много ли на эти из нас найдется стариков, которые, желая увидеть что-то связанное с Богом, залезут на дерево? Ну, а ведь, как говорят, того в храм не пошел то, что что-то там не здоровится, да ноги там болят. Тебя на дерево никто не оставляет лезть. Ко храму дойдешь на автобусе, а на это 50 шагов от остановки дойти сможешь. Чтобы в храме на лавочке посидеть. Но это не то, что здесь какой-то укор. Нет, понятно, что там недуги, болезни, еще что-то. Но вот мы видим вот разницу. Вот он ради того, чтобы Христа просто увидеть, не спросить чего-то никак, просто чтобы увидеть издалека. Он на что делает. Что его на это толкает? Вот это желание другой жизни. Желание вот хотя бы хотя бы капельку представить, что там идет вот то мерило правды, истинно воплотившееся, хотя бы немножко с ней хоть увидеть в жизни хотя бы ее. Потому что ты жизнь не зря прожил. Действительно не зря, потому что когда Господь мимо того места, где он на дерево залез, проходил, он взглянул в его и зовет к себе, что давай закислась. Иди сюда. Сегодня к тебе пойду я. У тебя я буду. Вот тебе ответ на твое желание. Мимо я не прошел. Ты желал меня увидеть. Я пришел к тебе. И вот поспешно сошел, принял с радостью. Вот она истинная, знаете, такая реакция сердца человека, ищущего Бога на встречу с Богом. Не страх уже, что как вот ко мне придет? А ведь он ведь всеведущий, он ведь будет знать, что вообще, знаете, на каких там он стульях сидит, на какие деньги не куплены. Ну, как начнут меня ругать? Нет, видим, что здесь вот это истинное покаяние в нем есть. Уже не страх наказания, а жажда избавления от греха своего и радость от того, что он встречается с тем, кто может от того предыдущего зла избавить. Все, и принять к себе радостью. Ну, тут видим дальше фарисея ропчут, то, что о них здесь речь идет. Говорят, что как-то кон, да, это Иисус зашел человеку-грешнику. А что за кей? Закий, слышав все это, вот он, знаете, так вот запечатлевает свою веру, свое желание изменить свою жизнь уже. Говорит, что Господи, так и так, я принял решение. Половину минимума раздам нищим. Что значит нищим отдать? С них я больше ничего не получу. Это не друзьям дать попользоваться. Сего вот так вот, Господи. Вот я разрываюсь со своим прошлым греховным, греховной жизнью. Кого чем обидел, в четверо отдам. Естественно, от всего богатства своего я вот освобождаюсь. Не сказал здесь Сакий, что все, Господи, приступить на трем? Нет. Ну, почему? Ведь мог он быть. По-честному, мог дальше трудиться, но уже не богатеть за счет других, а вот удовольствовать с тем жалованием, которое ему платит. Что Господь и говорит, что ныне, да, сейчас пришло спасение тому сему. То есть тебе, твоим ближним, потому что они видят твои вот это изменение, исправление, и они, несомненно, уже, да, смогут там исправить какую-то свою жизнь. То, что и ты, сын Авраама, то есть по вере своей, по вот этому доверию Богу. А дальше Господь уже говорит всем окружающим, фарисеям, тот в первую очередь. Сын человеческий пришел взыскать и спасти погибшие. То есть вот так вот. То есть вы возмущаетесь тем, что я пришел к этому кающемуся, погребающему грешнику, но для этого-то я и пришел, чтобы его покаяния принять и дать ему возможность жить. А вы, нежелающий каяться, вы, соответственно, да и не нуждаетесь во мне, так и гибнете. Вот такое Евангелие сегодня мы с вами прочли, братья и сестры. Читали мы Евангелие от Луки, главу 19, с 1 по 10 стих. Все нам напоминают необходимость и чтение священного Писания ежедневно, хотя бы по одной или по две главы. Аллилуйя, 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 Слава Тебе, Боже!